Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главные темы сегодня. К знаниям с комфортом. Дагестан получил 116 новых школьных автобусов. Холодные квартиры, холодная вода. Почему многоквартирный дом Каспийска до сих пор не подают газ? Узнавали наши корреспонденты. Наши в UFC. Сразу четверо дагестанских бойцов выступят на очередном турнире американского промоушена. К знаниям с комфортом. Дагестан впервые получил большую партию учебного транспорта. Техника закуплена на средства федерального бюджета, оснащена всем необходимым. И главное, поможет школьникам безопасно и вовремя добираться до учебных заведений. Подробности у Патима Тханапова. Мы очень рады. Такой прекрасный подарок, такой солнечный день. Так новому транспорту радуется директор Салтинской школы. Лично автобус им давно был необходим. И вот, наконец, очередь дошла и до них. Теперь дети смогут чаще посещать выездные мероприятия с комфортом и быстрее добираться до школы. Мы находимся где-то километра 25 от районного центра. Детей возят на олимпиады, на различные конкурсы. Нам приходилось на немачастников. Новый транспорт заменит уже отслуживший свой технический ресурс старые автобусы. Рассчитаны они на 10 лет и будут возить учеников с Хуторовых сел в районные центры. Очень важно, чтобы детей доставляли вовремя в школу, безопасно и на машинах, которые соответствуют всем техническим требованиям. И желаю, чтобы эти машины возили детей только за пятерками в школу. С каждым годом школьный транспорт становится удобнее. В салоне автобуса есть специальная полка для рюкзаков, выдвижная подножка, конечно, тахограф, огнетушитель и аптечки. При этом в новых машинах особая система ремней безопасности для детей. При необходимости республика может закупить еще больше автобусов. Для этого директорам школ нужно вовремя подать заявки в Министерство образования Дагестана. Будем постоянно над этим работать, чтобы во всех образовательных организациях был автотранспорт с нормативным сроком эксплуатации. Патимат Ханапов, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Впервые в Дагестане прошло соревнование по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников силовых структур. В течение двух дней 10 команд из семи ведомств соревновались по 12 видам стрельбы, как индивидуальных, так и в командных зачетах. Турнир был посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. На мероприятии присутствовал и Сергей Меликов. Глава Дагестана отметил, что постоянная готовность прийти на помощь, нередко даже с риском для жизни, является исключительной особенностью службы правоохранителей и силовиков. По результатам соревнований победителям были вручены кубки, медали, грамоты, денежные сертификаты и ценные призы. Сохраняя в наших сердцах память о погибших, мы должны донести до наших потомков историческую правду о подвигах, совершенных во имя нашей Родины. Я хочу высказать слова огромной благодарности всем матерям, отцам, женам, детям наших погибших боевых друзей. Низкий вам поклон за вашу стойкость и терпение. Трубу провели, про газ забыли. Собственники жилья многоквартирного дома в Каспийске по адресу Приморская, 24, жалуются на отсутствие газа. Дом был заселен больше полугода назад, сейчас здесь проживают около 100 человек. Жильцы утверждают, что причина отсутствия газа – долг управляющей компании. Так ли это на самом деле, узнавала Наталья Хамбабаева. Семья Хушидовой-Нураны переехала в новую квартиру полугода назад. Девушка признается, что отсутствие газа стало большой проблемой для жильцов. Готовить приходится на электрической плите, нет горячей воды и отопления. Болеют дети, страдают взрослые. Холодно дома, кушать не приготовишь, ребенка не помоешь, самой никак не искупаешь. Домашние дела тоже постоянно надо с холодной водой делать. Влажную работу, естественно, тоже надо в чайнике воду греть. И вот если что-нибудь надо помыть, надо только так, по-другому никак не получается. Дома холодно бывает, особенно по утрам и вечерам. Днем хоть печку включаем, потеплее бывает. А ночь надо детей прям кутать и спать укладывать. По-другому у нас никак не получается. У нас вот печка стоит в той комнате и все, больше никак не получается. Дети уже заболели у нас несколько раз, перевалили уже от того, что холодно дома. Жильцы заявляют, управляющая компания недобросовестно отнеслась к своим обязанностям. Ведь именно они должны были открыть лицевые счета и договориться с газоснабжающей организацией. В принципе, нам сказали, вот газ, электричество, вода есть, все есть. Там только надо, там счетчики стояли, в принципе, в этих самых, на трубах. Мы думали, что проблем не будет, как бы. Мы предполагали, что управляющая компания нам, как бы, обеспечит открытые лицевые счеты этих жильцов. У них имеется задолженность, у газоснабжающей организации, то есть с ними никакие договоренности не идет. В связи с чем мы переговорили с жителями, решили создать ТСЖ, скорее всего, или поменять управляющую компанию. Мы связались с управляющей компанией, представитель которой заявил, что они не имеют никакого отношения к проблеме, так как жители дома сами захотели платить напрямую поставщику газа. Теперь собственникам квартир необходимо провести общее собрание и составить договор с газовой компанией. Ну а пока жителям многоквартирного дома остается сидеть без тепла и горячей воды. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Касписк. Еще один участок вернули в собственность Махачкалы. Ранее в мэрию поступило обращение от жителей поселка Кихулай с просьбой проверить участок по адресу улица Шейха Мухаммада Мухтара, 89А. В ходе проверки оказалось, что в 600 квадратных метрах земли были поставлены на государственный кадастровый учет с нарушением норм земельного законодательства. Решением Советского районного суда исковые требования администрации города были удовлетворены в полном объеме. Теперь местные власти планируют создать здесь благоустроенное общественное пространство. Ранее, так скажем, года три назад, еще четыре года назад, здесь на этой территории был как бы закреплен зашкольный территорий, как школьный сад. Здесь сажали деревья, ухаживали за него, поливали, так скажем. Как бы хотели, и было решение принято, значит, жителям, чтобы зашкольным садом, как бы, да. По-моему, до конца не были документы утвержденные, на бумагах какие-то остались нерешенные вопросы. Ну, в дальнейшем потом решили сделать его, уже как бы здесь построили сквер, сквер построили, установили памятник самим жителям и назвали эту территорию Парк Победы. И как бы мы хотели его так в дальнейшем закрепить за городом, сейчас открылась дирекция, значит, парка и сквер, что там все в одно входит. Чтобы за этим уже как бы ухаживали, следили, чтобы и озвенили эту территорию, как парк создал эту территорию, в общем, да. Как улучшить воспитательную работу в школах? Об этом говорили участники круглого стола, который прошел в Министерстве по национальной политике и делам религии. Собравшиеся обсуждали трагические события, которые произошли в махачкалинских школах. Это суицид семиклассницы и убийство школьника своим одноклассникам. Как отмечали выступавшие, учет неблагополучных подростков и детей с неадекватным поведением все еще остается на уровне общеобразовательного учреждения. Информация не доходит до республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Было решено урегулировать этот момент. Двор за двором, улица за улицей в столице республики каждый вечер в разных локациях проходят духовно-просветительские мероприятия. Они посвящены месяцу рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословения, и уже успели стать традицией для города. На одном из таких мероприятий побывал наш корреспондент Карим Даниев. Ему слово. Нашиды, проповеди и конкурсы. Маленький праздник большого значения теперь пришел и на улицу Абубакарова. Здесь проходит дворовой мавлит, в котором известные проповедники и исполнители нашидов рассказывают о любимце из людей. Интерес к мероприятию проявляют не только взрослые, но и дети. Адам Абдулаев один из них. Я гулял вот на улице, на качелях катался, и началось мероприятие. Я позвал своих друзей, ну, послушать, да. Нам рассказывают очень интересные истории про пророка Мухаммада Саляши в Великой Ассан. Нам нравится лучше. Двор за двором, улица за улицей. Организаторы дворовых мавлидов хотят охватить всю столицу и делают для этого все возможное. Горожане считают такую практику похвальной, ведь таким образом не только узнаешь о пророке, мир ему, но и сближаешься с соседями. Я думаю, скорее всего, вот почаще вот такие мероприятия, да, в Аллах, чтобы до людей доносить о нашем любимом пророке Мухаммаде Саласану, чтобы люди знали его жизненное писание. Чем чаще будут такие мероприятия, тем больше людей и в исламе будет, и у нас как бы больше будет крепче дружба среди соседей и так далее. В этом отношении мне кажется, что этот будет показательным примером. И я хотел бы, чтобы этот пример положительный был, он заразительный, чтобы и в других кварталах организовали такие мероприятия. Будем надеяться, что оно дальше будет так продолжаться. Праздник завершился конкурсом для детей. Викторина собрала на сцене много юных и эрудированных участников, а за правильные ответы им делали сладкий презент. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Мини-футбольный клуб «ЦИКОП» стал победителем чемпионата Шамильской районной лиги. Игры этого ежегодного турнира стартовали в начале года. 30 команд боролись за право выйти в плей-офф. А осенью лучшие из лучших играли на выбывании. Об основных итогах большого финала расскажет Курбан Рагимов. Контратака, выход один на один и гол. Так, футболисты из ЦИКОПа открыли счет в игре с Гоором. Быстрый гол не повлиял на игроков в белой форме. Они сравняли счет и даже успели выйти вперед. Команды не раз обменивались голевыми моментами, но во второй половине более опытные ЦИКОПцы все-таки довели матч до победы. Итог захватывающей игры 4-3. Как сложилась игра? Матч был очень такой, ожесточенный, скажем, нокаут был очень хороший. Мы чудом отскочили, так скажем, да. В конце они два раза пустые не забили. Но победа осталась за нами. Мы выиграли. Несмотря на острую борьбу на поле, турнир проходил в дружеской атмосфере. Чемпионаты среди выходцев из разных сел района организовывают уже 8 лет. Этот сезон стартовал весной и проводился в два этапа. 30 команд разделили на две группы, по 8 лучших вышли в стадию плей-офф, где играли на вылет. Шамильская футбольная лига призвана сплотить и объединить молодежь района. Футбольный клуб ЦКОП спустя год вернул себе чемпионский трофей. Второе место у Гоора, а бронза в малом финале досталась спортсменам из Кахиба. Всех призеров наградили кубками и медалями. Также оргкомитет турнира определил лучших игроков в индивидуальных номинациях. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. Сделали вес и готовы к боям. Четверо дагестанских бойцов завтра вечером выступят на турнире UFC 267 в Абудабе. В главном карде выступят Ислам Махачев и Магомед Анкалаев. Шамиль Гамзатов и Тагир Уланбеков успешно вошли в рамки своих весовых категорий. Отменен бой с участием другого дагестанца. Магомеда Мустафаева. Он в вес уложился, однако у его соперника из Казахстана, Дамира Исмагулова, возникли проблемы со здоровьем. Это все на сегодня. Всего доброго и до свидания.